Самые надежные перевозчики так еще в древности называли ездовых собак. Маламуты, лайки, самоеды. Всего насчитывается более 10 различных пород. Сегодня познакомимся с одной из них – сибирской хаски. Молоту 10 месяцев, и он рожден, чтобы бегать. Пока только готовится к езде в упряжке. Отличить хаски от других пород легко. По яркой маске на глазах. На данный момент вы видите, это первая порода. Три черненьких девочки. Это у нас чистопородные сибирские хаски. Эта порода была зарождена тоже около 8 тысяч лет назад на Дальнем Востоке. В основном Камчатка и Якутия. Были скрешены обычные аборигенные лайки с волком. У этих находится 50% волчьей крови. Только на вид хрупкая. Такая собака может тягать до 100 килограммов груза. Но все постепенно. Для начала необходимо животное социализировать и обучить командам. Приготовились вперед, вправо, влево, стоять, мимо. Последнюю обычно используют в лесу, чтобы хаски не реагировали на добычу. Это полуволки-полулайки, которые идеально бегают в упряжке, идеально слушают команды моих. На данный момент вы можете увидеть, они могут бегать в упряжке без меня. Еще одна порода, рожденная для бега – аляскинский маламут. 120 километров в день Даймонд преодолевает с удовольствием. Ездовыми собаками управляют голосом, но бывает, что и сами псы не прочь поговорить. Да, так они переговариваются, это бывает часто, это бывает очень часто, потому что так как волки, да, и они между собой тоже переговариваются. Вольт – самоездская лайка. Птихоход в езде специализируется на средней дистанции. Идет медленно, но верно. Команды тоже даются ему легко, говорит кинолог. Папу дай, другую дай. Давай, лежать, лежать. Ай, умница. Сейчас, сидите. Именно эта порода очень хорошо обучается дрессуре и хорошо бегает в упряжке. Ну и скажу так, очень сложно именно в содержании. Вы видите, пушистое, да, чтобы его вычесать, это как минимум надо в год, ну, раз в шесть его вычесывать. У упряжки может быть от 4 до 24 собак. Михаил – каюр, то есть управляющий. Его слушаются беспрекословно. У каждого пса здесь свои обязанности. У упряжки находятся из 8 собак. Две передние собаки у нас управляющие, две задние – это у нас тяговые силы. 2 февраля у издовых собак праздник. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день, в 25-м году, хаски доставили вакцину на Аляску. И тем самым спасли жителей от эпидемии. Да и сейчас в северных районах без собачьих упряжек не обойтись. Быстрые, неприхотливые, многозадачные. Перевозят не только грузы, но и людей. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова